Старушка Деонис включила музыку напротив моей двери недавно. Я вышел, попросил сделать потише. Но она вот сделала, но все равно я не могу стерпеть эту музыку. Затычки уши болят уже сегодня. Пошел я попросил санитарку, чтобы она ее попросила в комнате. Она, Деонис, это одна слушала музыку, одна. Ну что, она не может пойти не здесь, рядом с моей дверью, а пойти в комнату. Потом санитарка, когда пришла, она, эта старушка Деонис, сама уже пошла в комнату. Я уже сказал, ой, слава тебе, Господи, уже сама ушла. И вот она ничего не плакала, эта старушка ничего. Ну тут все собрались перед ужином, и она вышла, и такая вся плачет и всем жалуется. Как я ее достала? Но она же по-французски, а я не могу объяснить. Ни по-французски, ни по-немецки, не могу. А она может что-то придумать. Я не могу это опровергнуть. А мне никто не верит в то, что я говорю простыми словами, не верит. Она же сложными словами им врет. И уже санитарки, тебя завтра выпишут, это возможно. Уже все эти там арабы, вот она молодых этих подзуживает. Араб такой, ааа, он на меня, ааа, там новый, который пришел араб. Уже и спокойно вот эти, с которыми я в теннис играю, съешь тоже. Уважай, уважай там ее, все на меня. Ну а что я, я только прошу, именно под моей дверью, вот здесь, около двери, не включайте музыку. Выйдите там во дворик, закройте дверь во дворик, слушайте, пожалуйста, музыку. Пусть идет к себе в комнату, пойдите туда с ней посидите. Вообще все возможно, когда люди любят друг друга, уважают, вот именно все возможно. Ну, эта старушка, у нее, видимо, такой вот стиль жизни просто. Вот она, если уж, то она сказала какому-то молодому, когда они там убирали, что у меня тут говном воняет из комнаты. Тот подошел и стал требовать, чтобы я что-то, ну, я потом говорю, где, зайди, покажи, где тут воняет в комнате. Не зашел. Потом Дианис пошла, мы в теннис играем. Вот тебе моя музыка не нравится, а мне ваш этот не нравится. Че это, через неделю вдруг она, ей наш пинг-пинг не нравится, звук. Санитарка за меня заступилась, говорит, иди играй, все равно. Вот.